В эфире «Главное время местное» в студии Таисия Киргейва. Здравствуйте! Выпуск подготовлен с помощью наших партнеров городских и районных телекомпаний. Отдых с пользой совмещали дети, которые проводили лето в лагере «Колосок» Лопанской средней школы. Кроме игр на свежем воздухе и познавательных экскурсий, они повторяли правила дорожного движения, чтобы осенью по дороге в школу с ними не случались неприятности. Телерадиокомпания «Дельта» продолжит. В этот день в гости к ребятам, нарушив все возможные правила дорожного движения, прилетела на метле «Баба-Яга». За свою невнимательность и неосторожность ей пришлось отвечать не только перед юными друзьями, но и перед строгим инспектором ГИБДД. Ребята, как воспитанные участники дорожного движения, помогли гостям повторить правила дорожного движения и взяли с ними обещание всегда следовать этим правилам и никогда их не нарушать. А чтобы у сказочной героини поднялось настроение, девчонки и мальчишки предложили ей поиграть с ними в игры, разгадать загадки, почитать стихи и послушать песни. Я участвовала в всех мероприятиях, я и много была раз лешим, и царевна, всеми была. Но сегодняшнее мероприятие мне больше всех понравилось. А пока юные лопанцы обучали «Бабу-Ягу» правилам дорожного движения, цилинские школьники провели «Профлэш. Детская Россия пристегивается». Цель данного мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также привлечение всех участников дорожного движения к проблеме предупреждения ДТП с участием детей. Данная акция также была посвящена 40-летию движения отрядов ЮИД, и 77-й годовщине госавтоинспекции. Поселите в свой автомобиль дорожный российский «Смайлик», и он поддержит хорошее настроение и ваши жизни в безопасности. С такими словами обращались юные инспекторы к водителям, а помогал им в этом инспектор по пропаганде Целинского ГИБДД Алексей Малахов. На днях юбилей своего села отметили жители Илеидоровки. 130 лет назад его основали переселенцы из Воронежской области, а сегодня это одно из самых красивых мест Миллеровского района, где живут настоящие труженики, богатые разными талантами. На праздники побывала Миллеровская телекомпания. Хутору Илеодоровка 130 лет. Отметить знаменательную дату в этот дорогой и любимый сердцу уголок приехали многие его жители. И пусть сегодня в селе преобладает преимущественно старшее поколение, приехавшие навестить родителей, дети и внуки стали активными участниками сельского праздника. Я сам уроженец такого же самого села, как и ваш. Это хутор Екатериновка здесь рядом буквально. Мои родители так же, как и большинство из вас, работало на этой же самой земле. Мать, учительница, отец, тракторист. Поэтому мне понятны ваши беды, ваши чаяния, ваши надежды. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. На празднике воспоминаниями делились старожилы. Среди них и Иван Петрович Кудинов, который помнит, как работали колхозы и развивалось родное село. Все участники праздника знакомой тропинкой прошли к памятнику, установленному в честь погибших воинов. В 1948 году находится в хуторе вот эта братская могила и этот простенький памятник обелиск. 19 человек и лишь имя одного лейтенанта Шатира известно. Все эти люди сложили свои головы во время страшных, катастрофических событий лета 42-го года, когда мы отступали на Сталинград. Минутой молчания почтили участники праздника память погибших воинов. Воспоминания об истории родного села продолжились на улице, где проходило главное мероприятие. Перелистать страницы далекой истории помогла информация, представленная местным краеведом Виктором Ващенко. Был направлен запрос в Государственный архив Ростовского области, оттуда пришел ответ, ответ радостный, сообщающий, что хутор Кутейников Никольско-Покровской волости был основан в 1883 году пришлыми из Воронежской губернии. То, что жители гордятся своей малой родиной, было видно во всем и в непринужденном общении, по которому так соскучились люди, давно не видевшие друг друга, и по песням, в которые старались вложить всю свою любовь к родной деревне. Любители потанцевать проявляли свои таланты. А в уютных колясках спали самые юные потомки тех, кто много лет назад выращивал хлеб на этой земле, защищал ее во время Великой Отечественной войны, восстанавливал в послевоенные годы. И это замечательно, что молодежь приезжает в родной хутор, берет с собой малышей, чтобы в будущем они знали свои корни и свои родные места. Стрит, улица, бол, мяч. Эта игра пришла к нам из бедных кварталов Америки и прочно заняла место в ряду уличных спортивных игр и развлечений. В Красном Сулене турнир по стритболу – один из методов привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Кто победил на этот раз, расскажет телекомпания города. В их распоряжении всего половина поля и одна корзина. Игра, пришедшая к нам из бедных американских кварталов 50-х годов, как ни странно, призвана обогатить и украсить досуг нынешней молодежи. Вместо пагубных привычек эти ребята выбирают стритбол. С ребятами приехали поиграть в Красный Сулен, узнали соревнования, здесь посвященные борьбе против наркотиков. Решили приехать попробовать. Сюда именно, да. А так мы на соревнованиях постоянно ездим по стритболу, на областные. Занимайтесь спортом. Я бы вот что сказал. Спорт – это лучше. Тоже наркотик, можно сказать, затягивает. Я за здоровый образ жизни предлагаю всем бросить курить и пить, взять баскетбольные мячики и идти на площадки. Турнир, посвященный Дню борьбы с наркоманией, собрал шесть команд. Спортсмены из Новочеркасска, Шахт, Красного Сулина, а также из поселка Каменоломни под палящим июньским солнцем бились за победу. Для разнообразия интересные турниры. Конечно, только хотелось бы, чтобы покрытие было более удачным, потому что все-таки это уличный вид спорта, и многое зависит от покрытия, на котором играют. На протяжении трех часов в коротких схватках парни зарабатывали победные очки. Команда из Шахт с необычным названием «Старко» смело может считаться ветераном подобных турниров. А вот ребята из Новочеркасска на соревнованиях в Красном Сулине впервые. По итогам встречи они заняли третье место. Представители местного клуба «Богатырь» стали вторыми, а лавры победителя в этом турнире достались баскетболистам из поселка Каменоломни. Весь турнир направлен на здоровый образ жизни. Мы за то, чтобы молодежь Красносулинского района никогда не употребляла наркотики, табачные изделия и алкогольные, естественно, и чтобы все добровольно отказались и занимались спортом. По итогам турнира обладатели призовых мест получили медали и грамоты. Всем без исключения участникам были вручены памятные призы, которые еще долго будут напоминать своим владельцам об этой зрелищной игре. На сегодня это все. Бросайте вредные привычки, занимайтесь спортом и смотрите главное время местное на областном телеканале «Южный регион Дон». Над образом ведущей работали стилисты Центра парикмахерского искусства «Космос» Ольги Берберян. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!